Добрый временный суток, дорогие друзья, дорогие телезрители и дорогой наш Дмитрий Юрьевич, я хочу представить вас телезрителям, что Дмитрий Юрьевич Сойн, социолог, профессор, ректор Европейского института ЮСТА, я, скажем, не знаю, на самом деле хочу много говорить, просто как-то даже неудобно иной раз. Вы на самом деле для нас являетесь человеком мудрым и большим другом товарищеского народа. Поэтому мы считали, что вы должны сегодня отвечать на некоторые вопросы, которые мы будем вам задавать. Юрьевич, что происходит с нашим миром, пожалуйста? Я считаю, что мир входит в новую эпоху, и этот переходный этап, он характеризуется резким обострением международной обстановки, прямо резким обострением. Возникают один за другим военные конфликты, все усугубляется коронавирусной эпидемией, которая обострила социально-экономические процессы. Происходят стагнации, разрушения экономики, привычные схемы жизни людей рушатся, потому что люди привыкли, что они могут путешествовать, могут общаться друг с другом, вести активный образ жизни, а тут вмешивается карантин, когда людей садят под замок, они не могут перемещаться. Серьезнейший удар нанесен по таким отраслям, как туризм, как сфера обслуживания. Даже Россия, которая, в общем-то, благодаря своим природным ресурсам чувствует себя более или менее стабильно, но Кудрин прогнозирует, что на 4,5% упадет уровень производства. И это очень серьезно на самом деле, потому что всегда боролись за поднятие, а тут у нас происходит падение. Уровень общей мировой экономики падает. И на этом фоне возникает желание поделить какие-то мировые блага, забрать у кого-то и присвоить себе. Поэтому цепь событий, которая происходит, Вот, допустим, война на Кавказе, на Горный Карабах. Буквально через границу позавчера убили ведущего специалиста в области ядерной энергетики в Иране. По сути, на окраине Тегерана это очень серьезный, я бы так сказал, даже радикальный террористический акт. Параллельно с этим активизируются такие острые процессы в целом на Ближнем Востоке, в Северной Африке. И мы должны понимать, что если произойдет слияние этих небольших локальных конфликтов в единое целое, мир окажется уже в состоянии Третьей мировой войны. Третьей мировой войны. И все будет осложняться падением уровня жизни, падением экономики. Ну, я для примера приведу, забил, вот очень интересная статистика. Сегодня из 7 миллиардов населения земного шара около 1 миллиарда человек голодает. Это официальные данные Организации Объединенных Наций. То есть, что такое голодать? Это не есть немножко, но там человек может ограничивать себе в пище. А голодать это когда еды нет вообще у человека, там несколько дней, вот он голодает. Вот это, такие процессы происходят. И, к сожалению, они, конечно, затрагивают и народы бывшего Советского Союза. Поэтому последние провокации, которые осуществлялись американскими военными, в частности, провокации с эсминцем США, в частности, провокации с авиацией, когда пытаются залетать в воздушное пространство России, все это вместе говорит о том, что мир стоит на пороге очень серьезных испытаний. Но за этими испытаниями вполне возможно возникнет новый мир, новый мир, построенный на новых принципах и правилах. И если человечество уцелеет в этой битве, то этот мир, возможно, будет справедливее. Спасибо вам большое. Дмитрий Юрьевич, мы хотели бы еще от вас слушать такой ответ касательно трехсторонного договора, мирного договора, так скажем, в Карабахе, который Россия остановила эту войну, остановила эту войну. Слава Богу, что и не армянская сторона, не азербайджанская сторона больше не потеряет своих сыновей на эту кровополитную, как говорится, в войне. Я вас очень прошу, рассказывайте об этом, и роли России, и все остальное, и что нас ожидает после всех этих соглашений. Знаете, у России очень интересная судьба, и наша страна, это страна-миротворец. Дело в том, что в 1992 году шла война на берегах Днестра между Приднестровьем и Молдавией, и тоже были огромные жертвы, погибли тысячи человек, и только Россия смогла остановить этот конфликт. Она ввела свой миротворческий контингент, и войны уже там нет 28 лет. 28 лет, мирный период. И вот этот опыт, он очень серьезный опыт, потому что миротворческие операции, которые проводили голубые каски ООН на том же Ближнем Востоке и в Африке, зачастую не имели такого успеха. Там гибли и сами миротворцы, и мирное население гибло. А вот здесь у России есть такой фарт, есть вот такая удача для России, то что она может проводить именно высокоэффективные миротворческие операции. И я уверен в том, что на Кавказе будет сделано то же самое. Хотя Кавказ это регион, конечно, очень специфический, там своя этническая психология, свои религиозные моменты присутствуют. И при этом, конечно же, человеческие жизни очень ценны. И вот этот ход Москвы, когда удалось разъединить враждующие стороны, остановить огонь, он очень серьезен. Он позволил части армянских беженцев сейчас уже вернуться в Степанакерт и другие районы. Там налаживается мирная жизнь. И представим себе, если бы не российские миротворцы, ведь там между азербайджанцами и армянами накопился очень большой пласт проблем и претензий. Они воевали, у кого-то родственники погибли еще вот в начале 90-х годов. И там наверняка была какая-то жажда мести, жажда, как сказать, реванша. И мы даже не представляем, что могло бы произойти там, если бы не российские миротворцы. И вот война остановлена. Но, на мой взгляд, это всего лишь начало пути. Почему? Потому что, в отличие от Молдавии, где были мы и молдавская сторона, и российские миротворцы, и Россия сумела, значит, вовремя войти, прийти, помочь, здесь все-таки очень серьезные факторы Турции и Ирана. Очень серьезный интерес к этому региону проявляет Великобритания, традиционный интерес британцев к этому региону. И, несомненно, учитывая особое отношение Азербайджана с Израилем и Израиль там же где-то рядом, то есть это очень серьезный геополитический узел. Очень серьезный геополитический узел. И, учитывая то, что Турция перебрасывает туда социальные подразделения воинские, то, что весь Азербайджан насыщен турецкими специальными службами и турецкими специальными подразделениями, возможен любой поворот событий. Возможен любой поворот событий. Вот я бы даже увязал события в Карабахе с тем, что сейчас происходит в Иране. С тем, что сейчас происходит в Иране. С тем, что американцы перебрасывают на Ближний Восток авианосец-нимец, перебрасывают туда боевые авианесущие соединения, спецназ морской. И все это как-то начинает напоминать более масштабную операцию, чем просто миротворчество в Нагорном Карабахе. Поэтому мы должны понимать, что Южный Кавказ – это в том числе узел, через который проходят нефтегазопроводы, проходят текущие потенциальные транспортные пути, которые связаны с развитием экономики на Ближнем Востоке, в Передней Азии и даже в Китае. И, следовательно, борьба за этот очень лакомый кусок, она просто так не завершится. И я предполагаю, что в том же Лондоне, в том же Лондоне, я думаю, что в Стамбуле, точнее сказать, в Анкаре, да, мы привыкли к Стамбулу, ну, столица-то в Анкаре, в Анкаре, в Лондоне, значит, в Тель-Авиве, там, в Вашингтоне, имеют свои собственные планы. Поэтому надо быть готовым к каким-то и серьезным провокациям. Я хотел бы еще вас спрашивать вот последние вот события с убийством иранского ученого, очень такого сильного ученого, можно сказать, отцом иранского вот атомной энергии. У вас какие будут вот ответы на те вопросы, вот именно, кто мог стоять за таким громким убийством? Я имею в виду, какие страны? Ну, дело в том, что никто особо и не скрывает, и не скрывал никогда позиции того же Израиля по поводу иранских ядерных программ. И Израиль это относит к сфере национальной безопасности своей страны. И именно Израиль всегда продавливал идею нанесения авиационных ударов по инфраструктуре атомной промышленности Ирана. И, кстати сказать, Иран уникален тем, что он не скрывает своего желания уничтожить Израиль. То есть здесь взаимно присутствует какая-то геополитическая ненависть, хотя тот же самый Иран нельзя назвать антисемитской страной. Я знаю, что в Иране очень сильная еврейская община. Вот, значит, персидские евреи это очень влиятельная община, очень состоятельная община. Они там абсолютно спокойно развиваются. То есть здесь идет претензия со стороны Ирана не к евреям, как к народу. Иран в силу своей религиозной геополитической миссии, ну, он как бы хочет взять в свои руки флаг освободителя мусульманских святынь, которые сейчас вот находятся на территории Ирана. Кстати, Рджеп Ардаган от него далеко не отстает, от Ирана. Меня это, честно говоря, даже удивило, что когда Эрдаган заявил о возобновлении мусульманских религиозных обрядов в Святой Софии, он это в том числе объяснил тем, что США признали Иерусалим столицей Израиля. То есть это как ответ такой. Я считаю, что вот эта религиозно-мистическая борьба, она никуда не ушла, она длится тысячелетия, и она тоже несет в себе очень глобальный ортодоксально-фундаментальный смысл, потому что битва за святыни, которые находятся на территории современного Израиля, они не завершены, они только подходят к своему разгару. А какие это битвы? Это битва самих израильтян за восстановление Соломонова храма. А мы знаем, что сейчас над фундаментом этого храма стоит крупнейшая мусульманская мечеть. И чтобы этот храм восстановить, надо что-то делать с мечетью. Это очень серьезно. Тут же наслаиваются христианские там ценности, там и гроб Господень, и целый ряд других серьезнейших святынь находятся. Вот Израиль, он уникален тем, что это небольшая по площади страна, где нет ни нефти, ни газа, в отличие даже от соседей. Где нет даже пресной воды. Что-то, по сути, такой маленький кусочек пустыни. Но она имеет особую ценность из-за своего религиозно-мистического смысла. И именно поэтому вот эти все узлы. Так вот, если вернуться к теме физика, ядерщика, то вполне понятно, что Израиль всеми способами пресекает развитие ядерной программы в Иране. Конечно, мы не можем выдвигать там прямых каких-то версий и так далее. Мы лишь анализируем. Мы лишь анализируем, кому это могло бы быть выгодно. Я, честно говоря, не исключаю того, что в Иране действуют всякие подпольные группировки террористические. Возможно, он попал и случайно под какую-то перестрелку, но слишком уж громкая фамилия у этого физика, чтобы он случайно попал под перекрестный огонь и случайно погиб. Да, он был заказан, да, устранили ключевую фигуру, которая двигала ядерную программу Ирана, и да, это создало острую ситуацию, которая может в конечном итоге вылиться и в войну региональную. То, что в этом заинтересован Израиль, это однозначно, но заказывал ли это Израиль, мы не можем с вами сказать, у нас нет фактов, но то, что гибель этого специалиста по ядерной программе позитивна для Израиля, это, мне кажется, скажет даже студент-первокурсник факультета политологического в каком-то институте. Очень плохо, что действительно мир патриал в лице вот этого человека, большого ученого. Он не только ушел скажем с этого с иранского точки зрения от этого государства, например, у государства Ирана так патриал такого ученого, я считаю, что мир патриал такого ученого. Вот пока вы разговаривали, я как-то написал у себя вопрос, чтобы не как бы лишне не поговорить, что-то не произнести, я его писал, я хочу читать по теме какие шаги должна предпринимать Россия для того, чтобы восстановить свою позицию в Азербайджане. Далее, можно ли считать вот миротворческие силы, миротворческие силы войск в Нагорных Карабах частью этой политики? Как это повлияет на позиции России в Закавказе, в частности в Азербайджане? Вот такой длинный вопрос я сочинил, пожалуйста, ответьте, пошли три вопроса в одном. Могу потом... Дело в том, что во благо России и Азербайджана это развитие очень добрососедских, я бы даже так сказал, союзнических отношений. Объясню почему. Первый момент заключается в том, что у нас есть общее Каспийское море. То есть Каспий это как сказать общее морское пространство. Второе это понятно сухопутная граница и третье это сама история, потому что Азербайджан как государство возник благодаря Советскому Союзу, благодаря национальной политике Советской, а Россия является правоприемником СССР, а значит имеет прямое отношение к этому всему. Именно Россия может помочь Азербайджану преодолеть внутренние национальные проблемы и Россия может быть активным участником в обеспечении геополитической безопасности Азербайджана. Россия также может быть в определенной степени гарантом безопасности и гармоничного развития национальных меньшин с Азербайджана, потому что периодически оттуда мы слышим жалобы и от Лезгин, и от Талышей, и от ряда других этнических групп, что там происходит их ассимиляция. И это, конечно, учитывая позицию Организации Объединенных Наций, учитывая мнение ЮНЕСКО, учитывая мнение Евросоюза, Европарламента, учитывая мнение собственно говоря России, это недопустимо, потому что национальные меньшинства, они должны быть защищены, обладать как минимум национально-культурными автономиями и развиваться спокойно, сохраняя язык, культуру и традиции. Вот это те точки, помимо сотрудничества в нефтегазовой отрасли, вот это тоже важный момент, потому что и Азербайджан, и Россия, это нефтяные государства, нефтегазовые государства, вот это те точки, которые являются фундаментальными для развития сотрудничества России и Азербайджана. И понятное дело, что Азербайджан является лакомым куском, лакомым объектом такого геополитического вожделения со стороны и Ирана, и Турции, и Турки, я не хочу быть здесь каким-то пророком, но я знаю, что турки, например, считают азербайджанцев тоже частью вот такого глобального турецкого массива, и я более чем уверен, что концептуально в Анкаре вынашиваются планы, вынашиваются планы, которые построены на поглощении Азербайджана, поглощение Азербайджана в какой-то исторической перспективе, с точки зрения создания мощного пантюркистского государства или образования, или федерации, неважно. Точно так же рядом находится Иран, в котором по официальным данным около 20 миллионов азербайджанцев, и это очень серьезная цифра, это очень серьезный такой массив, то есть в самом Азербайджане азербайджанцев в 3 раза меньше, чем в Иране. Это тоже интересно. Но это тоже спорный конечно вопрос, американцы считают, что там 13 миллионов. Ну даже если 13 миллионов, это как если бы в России русских было бы меньше, чем например где-нибудь условно говоря на Украине. Это все равно парадокс определенный, тут цифры я согласен могут разниться, почему? Потому что разную статистику ведут, и это не столь принципиально. Тут важен аспект, который бы я хотел выделить особо, то, что Азербайджан это страна, значительная часть азербайджанского этноса, при этом находится за его пределами. И поэтому он всегда будет в поле зрения интересов крупных держав, которые находятся по соседству. У меня к сожалению сейчас прямо перед глазами нет цифр сколько азербайджанцев в России, но я знаю, что сколько бы их не было, но азербайджанцы в России представляют собой достаточно серьезную скажем так финансово-торговую группу, финансово-торговую группу, которая контролирует тут крупные рынки, крупные торговые центры, производство и так далее. И поэтому их самочувствие, их собственно говоря, ну назовем это благожелательное отношение, это во многом сопряжено с внутренней политикой России. Вот я как бы про это тоже бы хотел сказать. Юрий, я хочу еще раз читать вопрос, который пока вы так красиво разговаривали, я слышал вас и писал для себя, вот читайте, что Россия постепенно теряет свои позиции в странах бывшего СССР. Нас непосредственно интересует Азербайджан, где турецкое влияние видно невооруженным глазом. Почему ситуация была доведена до такого? Россия вводила в заблуждение, Россию вводили в заблуждение те люди, наверное, кто были ответственны за эти сферы, я так считаю. Это последствия неправильные и ложные аналитики представленной Москве. как вы думаете? Я отвечу на этот вопрос таким образом. Да, действительно, когда вот только развалился Советский Союз, когда были еще крепкие связи, когда у руководства стран стояли люди, которые вместе учились, вместе росли по службе, вместе общались, в крайнем случае даже вместе выпивали, вместе отдыхали, эти связи были совершенно другого уровня. Постепенно на постсоветское пространство все активнее входили американцы, британцы, я не знаю, турки, иранцы, кто угодно входили на постсоветское пространство и перетягивали на свою сторону часть элит региональных и да, действительно не то, что позиции России слабеет, я бы сказал по-другому, что давление на Россию по всему периметру постсоветских республик существенно выросло. Это мы видим и в Азербайджане, и в Белоруссии, и в Молдавии, и на Украине. Это такой серьезный геополитический процесс. И каким образом, например, сохранять это влияние, это вопрос очень серьезный, потому что влияние можно сохранять за счет военно-миротворческого присутствия. допустим, сейчас позиция России в Азербайджане существенно укрепилась благодаря тому, что именно Россия проводит миротворческую операцию. Точно так же укрепилась позиция России, когда Россия начала осуществлять миротворческую операцию в Приднестровье. Но есть еще другие аспекты. Аспекты, связанные с тем, там в Армении российское влияние обеспечивается наличием военной базы крупной. В Белоруссии крупная российская военная база находится. И я к чему говорю? К тому, что помимо военных аспектов присутствия должны быть экономические. Вот Россия, к сожалению, не может быть сейчас таким крупным инвестором и спонсором в национальной экономике. И вот эти постсоветские страны едут за деньгами в Евросоюз, во Всемирный Банк, в Международный Валютный Фонд, в Америку, в Лондон. И там, естественно, их постепенно перекупают. И это все будет продолжаться и дальше. Вы не считаете, что мягкая сила, которая она на самом деле очень такая действительная сильная рычаг, в этом плане Россия на Южном Кавказе как бы потеряла некоторые вот свои позиции. Силе мягкой силе. Например, тем же Ираны или скажем в Азербайджане в любой доме есть антенна там бараболические или какие там которые ловят прямо Турцию и азербайджанцы те, которые живут в Иране и естественно в Азербайджане все смотрят Турцию даже многие толщики стали разговаривать на османском акценте азербайджанского языка. Вот как вы думаете в этом плане почему мы так отстали вот как бы мы упустили вот такой нужный рычаг давления мягкой силы это же большое дело как вы думаете? дело в том что дело в том что коллективный запад коллективный запад выделят гораздо больший средств потому что у него гораздо больше денег чем у России на поддержку фондов они финансируют журналистику то есть журналисты которые например в Азербайджане отстаивают точку зрения того что нужно ориентироваться на Турцию они получают турецкие гранты журналисты которые в Молдавии призывают ориентироваться на Евросоюз и Румынию тоже получают очень серьезные финансы точно так же финансы тратятся на что? финансы тратятся на подготовку лидеров общественного мнения значит социальных активистов политических активистов их всех возят на различные симпозиумы семинары их возят по Европе их возят в Америку это проводится огромная работа и мы в этом отношении конечно отстаем это факт это факт почему такое происходит это вопрос конечно не ко мне я-то не госслужащий но я думаю что да какая-то здесь есть недоработка недоработка но в первую очередь потому что мы всегда думали что наших экономических механизмов будет достаточно для того чтобы удержать в поле зрения и в поле влияния и Молдавию и Украину и Белоруссию и Азербайджан и всех остальных но нет этого недостаточно нужна широкомасштабная идеологическая работа например вот у вас есть Талышский канал вот вы его тащите на себе изыскиваете средства на это и прочее но вот надо создать условия чтобы например ваш канал как-нибудь через спутник мог бы транслироваться в Линкаране я условно говорю там навскидку да точно так же конечно же основные российские каналы тоже должны транслироваться на всем постсоветском пространстве этого надо добиваться это надо требовать на это надо тратить деньги вот именно вот где мы много что упускаем много что упускаем я думаю для России для России для такой страны которая почти что больше половины мира смотрит на него как на спасителя особенно постсоветское пространство уже в конце концов те люди которые ответственны за такие сферы должны на эти моменты заострять свое внимание я так тоже считаю я с вами в этом полно согласен вот я еще пока вы разговаривали написал некоторые политики в России это касательно опять российское отношение некоторые политики в России считают что Россия Россию не нужно союзники и прежде всего бьют по отношениям с Ираном вот не надо нам союзники мы одни вот как бы вот везде всюду и называют союз с Ираном ситуативным понимаете да разве союз России и Ирана не должен стратегический и естественный характер каким силам в России этот союз мешает вот она вот именно разве вот это союзничество России с Ираном не должен стратегический характер носить в себе это два страна на нашем пространстве геополитические должны быть союзниками а почему-то наверное кому-то это не нравится я не знаю почему не нравится но хотя у меня тоже есть свои ответы я просто хотел бы у вас узнать каким силам в России именно в России этот союз мешает вот так дело в том что союз России и Ирана он носит исторический характер и имеет как военно-стратегическое так и экономическое объяснение дело в том что опять же у нас общие нефтегазовые интересы в Каспийском регионе у нас общая получается морская граница и у нас огромная огромная достаточно длительная история отношений длительная история отношений на Кавказе но на мой взгляд на мой взгляд выступать против выступать против на углубление отношений с Ираном на фоне того что и в Сирии и по ряду других региональных вопросов наши установки совпадают Москвы и Тегерана но я думаю могут выступать там против допустим люди которые ориентируют на сотрудничество на развитие отношений с Вашингтоном потому что и для Вашингтона и для Израиля и для ближайших союзников по НАТО американских Иран конечно является врагом номер один и соответственно здесь и возникает такая коллизия что да мы с Ираном вместе проводим антитеррористические какие-то мероприятия в Сирии там с Ираном у нас есть понимание в целом по региональной проблематике но внутри всегда будет этому оппозиция потому что и американцы и их союзники они конечно заинтересованы в ослаблении Ирана в ослаблении Ирана а ослаблении Ирана то есть условно говоря начать широкомасштабную войну против Ирана в ситуации когда у Тегерана будут дружеские отношения с Москвой это гораздо тяжелее если этих отношений не будет Дмитрий Юрьевич опять давай возвращаемся к Карабаху очень приятно было слышать из уст Владимира Владимировича Путина что скорым временем у нас в лексиконе исчезнет слово карабахский конфликт это было очень приятно слушать вот я к чему говорю президент Азербайджана Ирхам Алиев сказал даже в своих интервьях в своих выступлениях что у карабахских армян никаких статусов политических не будет так скажем да я хотел бы у вас спросить я у всех своих гостей которые по этой теме они рассказывают отвечают на вопросы я у них вот этот вопрос как бы повторяя им задаю и вы тоже не исключение тем более такой мудрый брат скажите как вы можете вот отвечать на эти вопросы чтобы естественно я понимаю вы человек в этом у вас есть свой точка зрения будет какие-то статусы или вот что ожидает карабахский армян дело в том что объективно объективно на фоне военного поражения которое карабах при любом раскладе понес выбивать себе высокий статус уже скорее всего не получится если бы был другой исход столкновений был другой исход столкновений то можно было бы требовать и например федерализацию азербайджана то есть какой-то федеративный статус карабаха можно было бы другие модели применять особый статус федеративный статус какой угодно сейчас у Баку очень мощное преимущество переговорное потому что Баку ведет диалог с позиции победившей стороны позиции победившей стороны и теоретически практически учитывая что Карабах утратил все стратегически значимые территории и например при каком-то раскладе Азербайджану захватить сам Степанакерт это там несколько часов боев потому что Шуша стоит на господствующей высоте и там достаточно просто открыть огонь и все разбегутся и в этом плане я даже мне даже трудно спрогнозировать каков был бы расклад какой может быть расклад предполагаю что вся эта история несколько заморозится там есть такой пункт что в течение пяти лет это все будет развиваться так или иначе и есть такой принцип что либо и шаг помрет либо шаг помрет помните как у либо хан середина я могу предположить что очень серьезные будут вообще геополитические изменения в мире происходить в течение ближайшего ближайших там двух-трех лет на этом фоне статус Карабаха может качаться в разные стороны и я думаю что там надо конечно же настаивать на проведении референдума по статусу с привлечением международных наблюдателей чтобы сами жители само население Карабаха выдало свою позицию как бы они хотели видеть свой статус и здесь надо давить на такой принцип на такой принцип организации объединенных наций как право нации на самоуправление и на самоопределение то есть мне кажется у карабахских армян есть такой вот важнейший аргумент у них была такая если бы это раньше произошло это было бы конечно по-другому но тем не менее законодатели Франции проголосовали за признание Нагорного Карабаха просто правительство по полне понятным причинам на это не пошло и у армян сейчас единственный выход это проводить мега активную информационную политику проводить активные мероприятия на площадке организации объединенных наций Европарламента парламентской ассамблеи проводить активные мероприятия внутри Евразес внутри ОДКБ внутри СНГ на всех площадках то есть раз случилось что было нанесено военное поражение надо попробовать выиграть хотя бы информационную войну понятно я хотел бы естественно вам задавать вопрос касательно тоже нашей региону но вот учитывая что вы были депутатом Верховного Совета Приднестровья вы же родом из Молдавии это ваша отчина вот и вот потом расскажете вы там какими делами занимались ну вот там прошло недавно выборы президента этой страны и люди выбрали такой дамы даму по имени Майя Санду и многие уже ее окрестили Саакашвили в женском обличье я хотел бы не хочу так вопрос вопросами как бы так хочу чтобы вы об этом рассказали если там во время ваши разговоры какие-то там появятся вопросы я вам задам еще раз вот расскажите об этом что нас ждет еще в Молдавии в ближайшем будущем в Молдавии существенно может обостриться обстановка потому что на президентских выборах были два основных противника это Майя Санду которая является олицетворением прозападных сил это женщина которая всю жизнь работала во всемирном банке работала в фонде Сороса стажировалась и работала в США и ей противостоял Игорь Дадон который ну в значительной степени пророссийской политики он проиграл потому что битва была очень серьезная что это за собой может повлечь моя Санда уже заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья и о выводе вообще российской армии оттуда и она очень недовольна что процесс регулирования длился долго и у меня возникли ассоциации с Карабахом у меня возникли ассоциации с Карабахом потому что там тоже было ускорено решение конфликта с помощью армии и здесь действительно вот эти заявления которые касаются российской армии российских миротворцев они действительно могут быть такой своеобразной прелюдии накануне обострения конфликта возможно даже начало его вооруженной фазы возобновление вооруженной фазы вот в чем дело это очень опасно России брошен там вызов России брошен там вызов я думаю что борьба будет сейчас идти за парламент за пост премьер-министра если Санду удастся распустить действующий парламент и избрать парламент который будет тоже прозападным то обстановка будет жесткая Приднестровье существует непризнанным ровно 30 лет вот в этом году 2 сентября республика отметила 30 лет своего создания 30 лет и конечно жизнь непризнанности это очень сложная суровая жизнь но у нас например в Приднестровье три государственных языка русский молдавский украинский то есть защищены права всех трех национальностей основных у нас свои деньги у нас своя банковская система своя армия силы правопорядка образовательная система свои институты университеты свой промышленный потенциал и это да это непризнанное но полноценное государство конечно представить себе что через войну через военные действия этот конфликт начнет урегулироваться это жутко потому что очень большая плотность населения очень большая плотность то есть в Приднестровье ты едешь по дороге вот там стоит указатель что такое-то село закончилось и буквально через 50-100 метров новый указатель что началось новое село очень да высокая плотность населения если не дай бог там начать войну если не дай бог это начать то там жертвы будут очень серьезные поэтому там любой ценой надо сохранить российскую миротворческую операцию и восстановить баланс сил в самой Молдове потому что либо надо признавать Приднестровье либо что было бы вполне логичным либо поддержать пророссийские силы в Молдове чтобы они были в руководстве республикой вот я нариев там не вижу я так смотрю по плотности по компактности похоже так же похоже на Талышстан на наш Талышский край у нас тоже очень компактная и поэтому наверное какие-то там схожи есть в нашей судьбе Талышами с перед достостами Дмитрий Юрьевич у нас нет друзей в друзях Соросов и никаких там западных и Талыш нет даже своей государственности вот это последний будет у меня мой вопрос к вам я хочу чтобы вы ответили в этом вопрос потому что вы чтобы сегодня мы разговаривали не касались Талышскому вопросу это будет катастрофа потому что вы являетесь большим другом Талышского народа это не просто слова это на самом деле так мы вам мы вам тоже благодарны за такое отношение хотелось сказать что ожидает Талыш по вашему мнению потому что здесь фактор Россия единственная которая может помочь нашему народу приобрести свой статус но знаете я бы сказал так что в первую очередь Талышам могут помочь сами Талыши я что имею ввиду как народ Талыши должны сохранить свой язык свою культуру свои традиции свою идентификацию пока Талыши это будет сохраняться можно будет ставить вопрос и о национально культурной автономии и каких-то других видах автономии и о создании там например внутри Азербайджана условий при которых Талыши будет свой какой-то региональный парламент будет какая-то своя система образования будут свои значит исполнительные органы власти формируемые именно вот в Ленкаранском районе да но если вы вытратите язык культуру и традиции то уже не о чем будет говорить ну скажешь ну все Талыши нет есть вот единый там азербайджанский народ и есть люди в Баку которые именно так хотят поставить вопрос но мне кажется они ошибаются в чем в том что силы Азербайджана как раз в этническом многообразии потому что есть достойные малые народы со своими вековыми историческими корнями со своим языком культурой и этим надо только гордиться а не наоборот там их заставлять всех перейти на азербайджанский язык и стать азербайджанцами то есть это но ведь в России не заставлено поддерживают различные народы севера и башкир татар и прочих хотя в России 80% населения это русские почему поддерживают потому что все понимают что Россия она наоборот выигрывает от национального и культурного многообразия и вот в Азербайджане тоже должна воцариться такая точка зрения что Азербайджан выигрывает от этого разнообразия но пока вы говорите на своем языке помните свои корни а вот вот пока это происходит у вас есть все шансы у вас есть все шансы при поддержке России при поддержке международного сообщества обрести свой статус да и я уж не знаю там какие могут быть форматы этого статуса например вот в Молдавии есть Гагаузия очень похожая ситуация Гагаузов там по-моему около 130 или 150 тысяч человек они сумели добиться автономии у них есть свой парламент народное собрание у них есть свой глава как президент Башкан его называют ну глава Башкан да у них есть свои исполнительные структуры у них в школах преподается везде естественно там гагаузский язык и вот они там развиваются кстати им очень серьезно всегда помогала Россия а последнее время там еще очень активные Турцы потому что язык гагаузов и турок практически одинаково ну с небольшими там изменениями точно так же это лоши вы ведь можете налаживать горизонтальные вертикальные связи горизонтальные вертикальные связи и с ООН и с ЮНЕСКО и с Россией я знаю что у вас недавно было важное событие с которым я хочу поздравить это прошел съезд значит вашей национальной автономии в России это тоже важный шаг поэтому у вас прекрасные ученые писатели поэты значит экономисты предприниматели вот вы добьетесь всего и Россия здесь конечно будет ключевым защитником и ключевым гарантом прав талышей спасибо вам большое такой трудный дни нашего жизни нашли время и с нами побеседовали и ответили на вопросы заданные вам благодарю мне тоже всегда очень приятно общаться с вашим телеканалом я и сам делаю интервью о талышах с вашими лидерами вы это знаете на канале Анна Ньюз всегда стараюсь уделить этому время и внимание поэтому хочу передать от себя от нашего института наилучшие пожелания вашим зрителям и добра мира и процветания талышскому народу талыша гаван талыша гаван 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok